Приветствую, друзья! Вот я вернулась с отпуска. Уезжала я из дома 19 июня. Сегодня у нас 6 июня. И я хочу вам сегодня показать все свои растения, как они пережили расставание со мной. Сразу хочу сказать, что нянек и аутсерсинга у растений не было. Они оставались дома совершенно одни. Как я подготавливала растения, об этом, скорее всего, выпущу отдельное видео. А сегодня просто покажу, в каком состоянии находятся растения после нашего с ними расставания. Покажу, на каком поливе каждый горшочек у меня находился. И в конце видео дам примерные замеры по литражу, сколько растения у меня потребляли. Поэтому подключайтесь, смотрите. Начну показывать сначала растения на балконе. Хочется сказать, что многие растения меня удивили. Также из-за того, что я их долго не видела, и они у меня находились на самостоятельном обслуживании, то я по уходу сделала некоторые выводы, что растения любят, а что не очень. Растения на балконе я притеняла. Часть растений оставила на столе, на полке. Часть растений у меня осталась на полу. А также в тени на этажерке. Растения все покажу. У меня находятся как тепличные растения, так и уже постарше. Для замера по испарению оставляла стакан наполовину наполненный водой. Но зеленая вода это попец. Какой вывод я делаю из этого стакана? Что самое интересное? В грунте, если его долго заливать, то происходит примерно то же самое. Вода цветет. Горшок зеленеет. Здесь у меня оставались традисканцы. Я вынимала из родных горшко, то есть это двойной горшок изначально. Находила похожие по диаметру горшки и наливала воды. Жидкости здесь было примерно по самой пипочке, на дне которой находятся. То есть здесь примерно 300 мл, наверное, было. И здесь у нас был фитильный полив. За 17 дней водичка полностью испарилась. Здесь у меня огромное количество традисканций. Много сортов. Тоже как-нибудь надо собраться, сделать обзор на все свои 50 традисканций. Что хочу сказать по этим традисканциям. Их я за 2 недели от отъезда покупала срезом. То есть там буквально было 3 узла вот такого размера. И посмотрите, насколько они у меня выросли за эти 17 дней. Вот, находился у меня этот горшок на таком вот поливе с колбочкой. Шланчики вот здесь у меня опускались. Эта емкость уже полностью пустая. Здесь также у меня традисканций радужный холм находился на такой же колбочке. Это балконные ящики. У меня здесь их 3 штуки. Видео с одним из балконных ящиков как-то показывало, как я посадила туда традисканции. Растения зацвели, очень радует. В этот балконный ящик я посадила просто черенки на укоренение. А коллизия кривая, она уже укоренилась, судя по ее разовистости. И начала расти. О недостатках, что хочу сказать. Часть растений все-таки пострадала от избыточной влажности. Погодные условия были где-то около 20 градусов в среднем у нас в городе. Но когда я уехала, 5 дней была прохладная погода, 15 градусов, пасмурно. И здесь у меня была вентиляция. И я переживала, что растения у меня начнут подгнивать. Потому что они активно поливались душем. И здесь было хорошее увлажнение. Мне понравилось также коллизии. Инфинити такое увлажнение хорошее. Но в целом, пострадала только коллизия Инфинити, коллизия Конгеста. Мне очень понравилась Тенантина Прингли. Мне очень счастлива была от такого переувлажнения. Но в целом традисканцы выросли. И прям радует меня. По всем замерам емкостей скажу немножечко позже на видео. Какой литраж был горшков и сколько жидкости оставляла. Дальше здесь перейдем на стеллаж. Мое разочарование это то, что фикус пумила. Придется его восстанавливать. Он полностью не погиб. Живое на нем я вижу. Живую веточку. Здесь тот самый фитиль, который ненадежный. Видите, он всплыл и получается не особо он намокал. То есть при установке фитильного полива следует выбирать более плотные шнуры. Здесь у меня фикус Али. Видео которого я показывала, как я его согнула. Вот он все хорошо пил. Здесь шнур абсолютно другой, более плотный. И поэтому водичка убывала. Здесь тоже произошло ЧП, но в целом растение не пострадало. Это у меня бугенвилия. А как она пострадала, это то, что у нее также не происходило намокание фитиля. Но растение собралось выжить и оно пустило корни прям в стакан. Когда я приехала, грунт был у него сухой. Я немножечко уже его полила. Почему так произошло? Это потому, что я растение не увлажнила, когда установила фитиль. Все растения поливала, а именно это, из-за того, что оно цвело, я его поливать не стала, чтобы цветки не опали. И вот такая история случилась. Но растение живучее оказалось. И даже цвело. Дальше здесь у меня теплички. Сейчас поставлю штатив и покажу вам. Здесь у меня хоя. Купила ее тоже накануне. Она была небольшая. Я решила ее просто поместить в тепличку и налить на донышко воды. Также на фитильном поливе. Фитиль все еще влажный. Еще, думаю, простояла бы она дни и пять точно. Поэтому вот эта тема с купольными крышками очень даже рабочая для небольших растений. Моя находка, скажем так. Хоя опустила боковой побег. Вот он. По таким корешкам. Вот они молочные появились на новом побеге. Делаю выбор, что ей там хорошо было. Что ж, корешки такие розовенькие проклюнулись. Хои завела себе недавно два сорта. Очень нравится такая вот расцветка. Эскимо, по-моему, сорт называется. Она такая серо-зеленая. Пока ухаживать за хоями, я не знаю как. Просто поливая, наблюдаю, смотрю, что нравится. Может быть, даже такие условия для быстрого роста-то и не подходят. Слишком влажные. Но пока не знаю. Буду наблюдать. Дальше у меня пепперомия прострата. Также ее оставляла в купольном стаканчике. На фитиле. Фитиль уже сухой. Воды было немножечко. Здесь также ее... Покупала ее также накануне. У меня было подозрение, что у нее нет корешков. Тоже с растением не знакомо. Буду разбираться. Поэтому я слишком даже не трогаю. Потому что кажется, что корней не было. А может быть, она просто так и растет. В общем, да. Еще пока не знаю, как разбираться с ней. В общем, так же буду наблюдать. Но с растением в целом все хорошо. И также он у меня хранился в таком вот стакане с купольной крышкой. Антуриумы, которые накануне я пересадила. Если честно, я думала, что они начнут у меня подогнивать. Потому что здесь такое получилось довольно-таки интенсивное увлажнение. Фитиль все еще мокрый. Водички я им оставляла немного. Но они ее все не потребили. Но грунт действительно влажный. Что радует, это то, что ничего не пожелтело. И гнить ничего не начало. То есть прошло 17 дней с моего отъезда. А с момента пересадки еще больше. То есть пока что делаю вывод, что все идет по плану. Никто не умер. Сейчас, когда я вернулась, я уже начинаю его вентилировать. Это опять все та же палка, из которой я выжимаю максимальное количество антуриумов. Мне просто интересно, чем все будет заканчиваться. Видео с ней тоже показывала. Есть начало этой палки. Начальное видео этой палки. Из чего она, откуда она взялась. Вот. Она меня также радует. Укрепляются листики. Где-то здесь проблеснул еще один корешок. Ее я тоже оставляла с небольшим количеством воды. Камушки для того, чтобы стаканчик верхний не стоял в самой жидкости. Ну, то есть можете представить, сколько воды здесь было налито. Фикус керли. На такой же системе немножко жидкости. Грунт до сих пор влажный. Также надо заняться. Выпустить его на волю, на воздух, чтобы он начал расти быстрее. Это тоже мой новый сорт. Хочется из него вырастить какое-нибудь красивое деревце. Но растет медленно пока что он у меня. Строманта триколор. Также с ней все хорошо. Маленькое растение. Также все было куплено накануне. Корней у нее практически не было. То есть она такая, можно сказать, молочненькая была. Но тем не менее, выпустился вот здесь листик новый. И учитывая, что я вижу, что листик появился новый, дела у нее идут хорошо. Розовая принцесса, заморожь, которого я купила на авито. Вынашивая его как новорожденного, листик новый появился, подрос. Листик, конечно, с какими-то повреждениями. Но тем не менее, он появился. Для меня это признак, что растение живо, оно растет. Будем растить его дальше. С него, кстати, сейчас капает. То есть он, скорее всего, излишне перевлажнен. Стаканчик немножечко зеленоватый. Поэтому водичку Заря, наверное, ему оставляла. Но подстраховалась. Итак, с моей текущей тепличкой мы закончили. Пока что других тепличек у меня нет. Я от них избавилась. Вот это единственное мое место тепличного пребывания растений. Еще хотела сказать по поводу традисканций. Из-за того, что традисканцы находились у меня в тени, вот эта традисканция начала зеленеть. Она была более розовая. Радужный холм. Поэтому надо ее на солнышко выставлять, чтобы она опять зарозовела. Сейчас покажу растение, которое я не смогла оставить. Я его забрала с собой. Оно у меня в таком виде поехало. В купольном стаканчике вместе со мной. В курган. Это коллизия мельников. Я ее вынашивала. Не очень хорошая ситуация с ней случилась. Я ее заказывала по почте. И после того, как она ко мне приехала, оказалось, что у нее нет корней. Хотя она должна была быть укорененная. Начала погибать, синеть. Поэтому она была в очень плачевном состоянии. И я ее не смогла оставить, потому что ей действительно нужен был уход. О том, как я ее восстанавливала, может быть, сниму мою видео. Потому что я сама не ожидала, что с синего, уже мертвого, дряблого растения удалось выходить. Вот уже такое румяное, хорошенькое, блестящее растение. Покажу другие свои растения, как я их оставила. Здесь у меня 125-миллилитровые стаканчики. Они у меня находятся все на фитильном поливе. Вот на таком. Шнурки какие были, такие и вставляла. Потому что нормальный шнур у меня кончился. А дело все уже наспех, накануне отъезда. Здесь та же самая ситуация с корнями. Выпустила корни. Но водичка убывала, поэтому фитиль работал. Ну, либо, может быть, корни дотягивались до воды. Все с этими растениями хорошо. Кстати, может показаться, что не очень хорошо. Но это растение, которое накануне ко мне приехало почтой, оно начало погибать. Часть его начала погибать. Я просто нарезала одну часть, воткнула макушку, а другую так оставила. Думала, ну, если выживить хорошо, не выживет, значит, вот эта макушка укоренится. Вот в таком виде, в стаканчике, у меня посажены были небольшие растения, купленные накануне. Дальше мы перейдем к большой коллекции растений, которая у меня разместилась на полу. Когда вставал вопрос, как поливать, я уже понимала, что будет в большей части использоваться фитиль. Проблема заключалась в том, что куда ставить эти горшки, у которых появился фитиль. И то есть количество емкостей требовалось очень много. Я начала искать в голове свои идеи. И у меня родилась такая идея. Нашла у себя контейнеры прозрачные, которые невысокие, и просто наделала дырочек и поставила так горшочки. Здесь у меня получилось 4 таких контейнера. И на этих контейнерах были как раз-таки горшочки среднего размера. На какие-то контейнеры помещалось по 12 горшков. Это небольшой контейнер, а здесь 4 отверстия, 5-ая посередине, то есть для 4 горшков. Вот. Здесь у меня традисканция Pinkfari. Она даже за время моего отсутствия начала цвести. Традисканция Pinkfari заметно-таки подросла. Эксклюзивная традисканция. В настоящее время довольно-таки дорогостоящая. Вот. Очень рада, что она у меня есть. Такая необычная. Дальше. Это Spring Splash. Тоже все хорошо. Фитиль мокрый. То есть растение пила. В целом на полив отреагировала тоже хорошо. У традисканции Pinkfari единственное, что количество коричневых пятнышек от перелива увеличилось. Но я думаю, это из-за того, что была пасмурная погода. И растения в прохладе стояли все-таки в мокром грунте довольно-таки долго. Дальше смотрим. Это мой фикус. Грунт. Внешне кажется, что он просох, а внутри довольно-таки влажный. То есть даже если сократить ему фитильный полив. Фитиль, кстати, мокрый. Он еще бы простоял по вечной дня три. Единственное, что жары у нас не было. Такой прям, что 30 градусов. Иначе бы растения бы гораздо быстрее потребили воду. В ход шли не только контейнера. Такие прозрачные с отверстиями. Вот здесь также фитиль мягкий. Он вот здесь подсох. Горшочек легкий стал. То есть этому растению нужен полив. Вероятно, даже буду переукоренять, потому что очень много сухих появилось веточек. Не очень эстетично выглядит. Но вот с такими шнурами надо быть аккуратнее. Лучше их себе не покупать. Видите, он прям такой вот мягкий и прям расходится. Опять ЧП вот здесь. Но не такое критичное, скорее всего. Так. Дальше здесь. Мое розовое облачко. Было на таком фитиле. Вот он нормальный фитиль, более плотный. Фитиль влажный. Растение тоже влажное. Растение стало более бледное, потому что находилось в тени. Растение, которое оказалось сухим. По той причине, что, скорее всего, фитиль короткий был. Или не короткий. Но здесь тоже какое-то ЧП произошло. Сейчас не понимаю, но низ подсох. Поэтому переукореню, состригу все верхушки и воткну обратно в землю. Это у нас тенотином прингли. В целом растение не погибло. Дальше. Также фитиль мокрый. Этот фитиль сухой, потому что он оставался наружу. Так, здесь у нас распространенная проблема в оригадности. Сушатся листики. В целом растение чувствует себя хорошо. Здесь просто декоративных нужно ободрать листики. Грунт увлажнял. Это у нас традисканция на нук. Сухой листик. Не беда, оторвем. Так, здесь что у нас? Какой-то ненадежный фитиль был оставлен. Но в целом растение выжило. Дополнительно это растение после возвращения я полила. Потому что переживала, что оно не доживет. Три дня до съемок. Пока появилось у меня время для съемок. Поэтому я его предварительно полила. Но с фитилем здесь тоже, видите, он мягкий. Не все так хорошо. Но растение все-таки выжило. Также полностью ходило растение в душ. Все растения у меня ходили в душ накануне. Как раз таки для такого случая вдруг с фитилем что-то будет не так. Здесь фитиль тоже отчасти сухой. Растение здесь. Здесь листик обсушила. Но живо. Это декоративное. Сделаю декоративную зачистку. И растение дальше продолжит жить. И здесь. Ой, ой, ой. А здесь у меня что-то упало. Ой, и веточки посыпались. Ну ладно. Ну давай мы тебя покажем. А если ты так просишься? Это тоже у нас оставалась красавица на фитиле. Растение не погибло. Все хорошо. Также его поливала. Переживала, что что-то с ним может быть не так. Крунт трогала сверху. Это моя супер композиция. Которую также показывала на видео. Посадка. Вот она уже так разрослась. Можно ее скоро будет стричь. Моя одна из любимец. Но тем не менее все с растением хорошо. 17 дней. Полила я ее на 14 день. Но с растением все равно все хорошо. Это у меня кудрявый хлорофит. Нашла емкость. Просто фитиль поставила. В ход пошла емкость. Такая, чтобы горшок в ней не плавал. Растение поливалось на фитиле. Вон, даже магнатный корешок. Здесь по такой же системе. Фикус поливался на фитиле. Эта традисканция купила также накануне. Поливалась на фитиле. Порадовала меня сциндапсус. Он очень сильно вытянулся, пока меня не было. Это очень сильно порадовало. Тут мои фикусы. Тоже радуют. Позеленели. Так, это еще один фикус. На таком же фитиле находится. Также, в принципе, меня порадовало. Вот проблемная монстера. Сейчас мы ее посмотрим. Как монстера себя ведет. Это та самая монстера, которую я неудачно купила на Авида. И восстанавливаю. Сейчас я ее покажу. Как она себя чувствует. Монстера Манки Маск. Она чувствует себя, в принципе, хорошо. Выпустила уже раз, два, три листика. За мое отсутствие она выпустила два листика. А с того момента, как я начала ее восстанавливать, у нее уже три листика. И не таких желтых. Вроде бы. Манстера меня порадовала. Переживала за нее. Потому что она маленькая, проблемная. Боялась, что она начнет желтеть из-за перелива. Дальше. Здесь. Традисканция на мук. Меня она сильно удивила тем, что как она выросла. Потому что она, мне кажется, выросла в два раза. Здесь вторая моя хоя. Хоя тоже. Новый листочек появился и немножечко вытянулась. Растения поливала. После возвращения я уже не помню. Но растения без меня находились точно 14 дней. И некоторые из них я потом полила. Не поливала фикусы в спальне точно. То есть их я покажу, как есть на 17 день. Забыла, как называется. Неон пинг. Представляете, забыла, как растение мое любимое называется. Судя по корням, чувствует он себя хорошо. Он уже хотел сам себя переукоренить. Так что такие условия с фитильным поливом. Делаю вывод, что ему очень даже понравились. Выпустил два новых листика. Это герой одного из видео про скрученные листья. Размещала как-то на канале. Можете посмотреть. Вот сейчас так он выглядит. Это также растения, которые находятся на фитиле. Радисканцы и Рео. Балконные растения я вам показала. Теперь покажу антуриумы. Грядки своих антуриумов. Их я спрятала здесь за стеклом. Не на балконе. Потому что они не любят жару. Сейчас покажу каждый подробно. И что с ними случилось. Это антуриумы. Герои посадки. Одного из моих видео. Что хочу сказать. То, что им такой полив очень даже зашел. По листьям глобальной катастрофы я не вижу. Радует то, что очень много новых бутонов появилось. Какие-то из них раскрылись. А какие-то только набирают цвет. Это точно очень радует. И здесь по такому же методу была посажена у меня корзинка антуриумов. Поливалось точно так же. И здесь я вижу аналогично новые бутоны. А листья в целом показывают себя хорошо. Здесь мой старичок. Один из самых первых моих антуриумов. Он у меня поливался. Вот на таком поливе. Тоже колбочка, но с бутылочкой. На постоянной основе я ее оставлять не буду. Потому что она выглядит неэстетично. Но что хочу сказать. Что также на автополиве антуриум. Посмотрите, как себя ведет. И это я его еще не подкармливала. То есть сказать то, что я вообще его не кормлю. Ну, это будет, наверное, нечестно. Но поливала я его один-два раза, наверное, за несколько месяцев. Удобрением для антуриумов. И он у меня долго не цвел. И здесь просто сумасшествие какое-то. Посмотрите, сколько там новых почек. И это всего лишь я его оставила в покое. Скоро у меня будет здесь целое букетище. Антуриум старый. Грунт у него двухлетней давности. Но, тем не менее, он цветет. Это еще один из моих любимых мини-антуриумов. Посмотрите, какой он компактный и цветучий. Очень довольно-таки красиво у него листики растут. Помещала его также на фитиле. В кашпо. Это антуриум, который я восстанавливала. Нужно заняться вопросом о его цветении. Вот здесь мы видим желтый листик. Но если вы рассмотрите поближе, то это нижний листик. И это вполне нормально, что он старый и он собрался погибать. Здесь без автополива растение оставалось. Просто в поддон наливала воды. И там есть внутри фитиль. Антуриум из изу. Также желтый листик. Но он идет из основания. Это самый нижний листик. Тоже нужно уже преображать. Одни из кандидатов в дальнейшем преображении. Дальше. Этот горшок я оставляла также без автополива. Просто хорошо его пролила в душе. Из-за того, что растения небольшие, им хватило на 14 дней. И даже сегодня, 17-й день, я их не поливала. Еще могли бы постоять день. Наверное, точно. Сегодня, скорее всего, буду поливать. Или завтра. Здесь я оставляла церапегию. Оставила просто в кульке. Полила ее и оставила в кульке. Почему я так сделала? Потому что это суккулент. И подумала, что ей должно хватить. Накануне у меня с ней случилось ЧП. У нее листия стали дряблые. Потому что я проворонила полив. И я думала, что может быть она даже и загнется. Но мешочек и полив ее спас. Растение не погибло. Чувствуется хорошо. Дряблости на листиках я больше не вижу. Здесь мы с растениями разобрались. Сейчас я пойду по другим комнатам. Покажу следующее растение. В детской у меня осталась случайно традисканция. Я про нее забыла. Но под душ я ее сносила. И она у меня все две недели простояла просто так. С растением в целом все хорошо. Не сказать, что прям идеально. Но растение в целом-то не погибло. Сейчас я вам покажу свой ботанический сад. Это остатки моих растений. Которые я сейчас буду вам показывать. Спатифилум. Что хорошего со спатифилумом? То, что он не погиб и цветет. Но этот цветочек уже цвел. Его надо будет срезать. В целом все с ним хорошо. Радует у спатифилума то, что у него зацвел даже новый, так сказать, отросток. Который сбоку вылез и уже цветет. Как я оставила спатифилум? Сейчас покажу лайфхак, как я оставила некоторые растения. Спатифилум я оставляла просто так. Без фитиля, как вы видите. Просто в нижнее ведро налила воды и поставила горшок. И так я проделала со всеми вот такими горшками похожими. У них одна технология полива. Вот, например, у этого фикуса сейчас покажу вам. Покажу вам и вы будете смеяться. Вот. Технология полива именно у этого фикуса всю жизнь такая. И вы можете видеть по корням, что он у меня постоянно так поливается. Этот фикус я просто поставила в ведро с водой. Этот фикус у меня на фитиле. Я немножечко наливала воды. Этот фикус у меня также на фитиле. Хамедорея. В хамедорея автополив не зашел. Она начала желтеть. То есть ей слишком много оказалось автополива. Этот огромный фикус, гигант мой, он у меня на колбочке поливался. Ему в целом все хорошо. Судя по тому, что он не пожелтел и не облетел, то с ним все хорошо. Такие вот джунгли у меня. Как я поливала в горшке с автополивом? Растение накануне крону помыла в душе. Дальше налила в автополив воды. Она впиталась в грунт. И я налила еще воды, чтобы она осталась в разапас. В итоге сегодня 17 день. Фикус я не поливала. Фитиля здесь нет. Тазиков снизу никаких нет. Растение все еще увлажнено. По листьям можно видеть, что все с ним хорошо. Иначе были бы желтые листья. Фикус на недостаточный полив может показать пожелтение листьев. Грунт в целом влажный. Пару дней еще бы он спокойно прожил. То есть в таком горшке фикус можно оставить 19-20 дней. Но стоит учитывать погодные условия. Это зима будет или лето. Будет совершенно разные вещи. Потому что зимой будет требоваться меньше воды. Или если будет жара 30 градусная, то вам потребуется воды чуть больше. Дальше. Здесь у меня еще один фикус. Это фикус катастрофа. Мне его отдали полностью засушенный. Я его восстанавливаю. Он у меня поливался просто методом погружения в такую емкость. И что могу сказать, что пакет в очередной раз работает. Посмотрите, сколько новых маленьких листиков за 2 недели. Поэтому тема с пакетами, ребята, рабочая. Я ее люблю и использую периодически, когда восстанавливаю фикусы. У каждого фикуса своя история. Если будет вам интересно, могу рассказать. Потому что фикус, который я сама лично купила, это вот только вот этот один. Я его купила небольшим. И вот этот вот я сама уже от этого отрезала. В общем, если вам будет интересно, я могу снять для вас видео о том, как я восстанавливала свои фикусы и про каждую историю. Теперь о некоторых замерах по жидкости, которые я для себя сделала. Небольшие горшки, например, с влаголюбивыми растениями. Этому горшку 2,5 литра потребовалось пол-литра жидкости. Этому чуть меньше, то есть 300 мл. Про эти деревья не могу сказать, потому что они у меня как в ведрах хранятся. Здесь также где-то было пол-литра литра налито в нижний горшок. Этому фикусу досталось примерно, по моим подсчетам, литра, наверное, 2 жидкости, потому что это все-таки дерево, у него корневая большая. Судя по ведру, здесь ушло литров, наверное, 4 на 2 растения. Вот на это и на это большое дерево. Теперь я покажу вам замеры антуриума. Этот горшок 4,8 литра, почти 5. Этот горшок около 4 литров. На их я использовала 2-х литровую вазу. То есть им хватило, грунт у них влажный. Но здесь посушим, здесь повлажнее. То есть они в целом на сегодня, 17-й день, они чувствуют себя хорошо. Далее, этот антуриум у меня выпил литровую бутылочку. Вот я вам ее показывала. Литр он у меня выпил. Горшок здесь литра тоже 4,5-5. Небольшие антуриумы, им потребовалось миллилитров по 200. Вот этот на фитиле поливался, у него тоже было миллилитров, может, 150-200. Здесь я также наливала в нижний горшок, здесь было миллилитров 200. Емкости, которые на полу, они в целом остались до сих пор с жидкостью. Но в целом на горшок 1,5 литра нужно пол-литра жидкости оставить. На такие микро-стаканчики уходило, на такие маленькие горшочки уходило, получается, сколько здесь миллилитров, 150. Но грунт реально очень увлажнен. В такие тепличные стаканчики, здесь было буквально на донышке, чтобы не пересохло. Этот фикус выпил прилично, тоже ему 150 миллилитров в целом хватило. Пила здесь, около 300 миллилитров им потребовалось. Также горшки примерно 1,5 литра. Это балконные ящики, 3 штуки, каждый ящик по 6 литров. А также 2 горшка, которые примерно по 1,5 литра. И вместе они все за 14-17 дней выпили вот этот ящик воды. То есть в этом ящике 10 литров. На вот эту зеленую клумбу ушло 10 литров воды. Вроде бы все показала, говорить устала, очень много сегодня говорила. Обычно я говорю немного, говорить много я не люблю. Постаралась показать все, вроде бы никакое растение из вида не упустила. Кстати, у меня здесь на полу подружка вчера привезла спотифилмы на восстановление. Будем делать из них в будущем красоту. Если вам хочется каких-то новых тем для видео, жду ваши комментарии. А также буду благодарна за комментарии, рекомендации по уходу за хоями и забыла, как они называются. Пиперомия простраса. Спасибо. Всего доброго. Всем пока. Пока.